Наша преподаватель сегодня имеет день рождения, ну, в общем, по-немецки, да? И девчонки поприносили кучу всего интересного. Что-то сами делали, что-то купили. В общем, у нас сегодня пати. Тереза сделала, как всегда, обалденный торт. Просто красивейший. Блин, такое даже жалко просто резать, вот, реально. Привет, мои хорошие. Понедельник, я уже пришла с курсов. Если честно, сегодня мне курсы дались очень тяжело, я еле высидела. У меня был какой-то упадок сил, вообще какое-то такое состояние. Знаете, вроде километр пробежала. Шла назад, зашла в Алти, купила пионов. Я не знаю, расскажите мне, как пройти мимо пионов и не покупать их. Кто расскажет мне, я тому выпишу медаль. Купила белые пионы. Они пахнут лучше, чем вот эти вот кучерявые розовые пионы. Купила детям на вечер попкорн карамельный. На 15 евро вот скупилась. Здесь черешню купила, голубику, чернику. Как вот она правильно называется? Бромбирен, да? Ага, этот, малинку. Пиончики, карамелька, в общем, и все. Расскажу вам неприятную ситуацию. Короче, приходит мне на курсах вот такое письмо. Это я домой уже пришла. Дальше тут развивается ситуация. Приходит мне такое письмо, типа, спасибо вам, Ирина Герасименко, за то, что вы купили у нас, в общем, какие-то голубые таблетки для секса. Типа, стронг и все такое, вот, будет доставлен вам, там, 29 июня, то по 26 июля. Вот, я купила их с помощью, типа, PayPal за 10.49 фунтов стерлингов. Я, если честно, как-то не обратила внимания на курсах. Думаю, ну, eBay опять какую-то хер мне слет. Вот, прихожу домой, мне звонит муж и говорит, «Ира, ты же это покупала, типа, на eBay?» Я говорю, нет. Он говорит, ну, у нас, типа, с PayPal ушло, там, что-то около 13 евро. Я вообще даже, как бы, что-то и не вкурила. Он говорит, ну, да, типа, вот здесь транзакция на сексуальные таблетки. Ну, дальше, типа, раскручивает. Какой-то мужик, типа, из, не помню, откуда, из Масхачкалы, по-моему. В общем, откуда-то с России, не знаю, откуда-то. Купил себе, взломал мой eBay и купил себе таблетки для секса, боже мой. Ну, как бы, да, 12 евро, жалко, там, мы сейчас закрыли доступ и всё такое. Благо, он себе телевизоры, не знаю, не позаказывал и всё так, ну, как бы, и же с ними. Вот, как бы, да, 12 евро — это такое дело. Может быть, получится у нас отменить эту транзакцию, посмотрим. Вот, но это ж какие проблемы у мужика, девочки, взломать чужой eBay, чтобы купить себе таблеток для вот своей сексуальной проблемы. Представляете? Ну, мне, если честно, мужика жалко. Это ж надо было до такого-то вот скатиться-то. Сегодня уже вторник, мы приехали снимать швы с моих дёсен. Кстати, вчера история вся закончилась тем, что Стас там переписывался с этим продавцом, продавец вернул деньги, да? Вернул деньги, но покупку для eBay я до сих пор не закрыл. Она висит, как неоплаченная. Да, ну, покупка висит, как неоплаченная. Ну, мужик, короче, не получит он таблеток. Ну, что сделать, да? Как бы, не всегда получаешь то, что хочешь. Ну, всё, теперь можно точно сказать, что с удалением зубов я закончила. Сняли мне швы, это, конечно, неприятно, но терпимо. Естественно, это всё дело без анестезии. Странно, если бы это ещё и с анестезией делали. Вот, ну, всё хорошо. Теперь мы, вернее, я приняла стратегическое решение не идти на курсы. Вот, я сегодня буду безделенничать. Ну, как безделенничать? Вот сейчас, допустим, мы поедем в Нимфай и закажем время и место празднования дня рождения Кирилла. У него день рождения 3 июля. Ну, отмечать мы будем 8 июля. Ну, и, как вы понимаете, за месяц надо это всё уже заказать и раздать пригласительное, чтобы люди могли спланировать. И то это мы уже задержались. Надо было на недельку раньше это делать. Ну, надеюсь, места будут и будет у нас всё хорошо. Короче, едем в Нимфлайн. Вот этот центр. Сюда мы и пойдём. Ой, девчоночки, мы уже дома. Оп, я тут расселась. Покажу вам, чего я купила в экшене. Скажу, что мы заказали Нимфлайн на 8 число. И, значит, насколько я знаю, удовольствие это здесь не из дешёвых. Будет это всё более чем на 100 евро нам это выйдет. Но день рождения у ребёнка раз в году, да, сделаем ему такое пати. Для этого вот я ещё купила скатерть одноразовую. У нас будет вот приглашение. Мы купили немножко. Не было одинаковых. Пришлось разные приглашения покупать. Здесь по 5 штучек их. Вот. Сейчас заполню. Именно детей уже в садике впишу, потому как я не знаю, как правильно пишется. Йонас, Чия, Зайнап, Зои. В общем, да. Купила одноразовые тарелочки красивые, салфеточки. Будет у нас в стиле Маквин. Вот такие вот, видите, тарелочки. Купила трубочки красивые деткам. Я знаю, что всё равно деткам это очень нравится. Так, вот. Эти стаканчики, опять же, в стиле. Кому захочется, вот такие есть стаканчики. Дуделочки. Но это пока всё, что... А, нет. И вот шарики такие. Хотим ещё поискать... Здесь продаются такие баллоны с гелием. Ну, чтобы шарики были, да? Такие, как-то, висячие. Не просто ползали по полу, а всё же висели. Боже, ну нас траву косят. Ну, что такое? Вот, это я себе купила для рукоделия. Такие листики хочу сделать. Ну, сшить пару домиков. Знаете, такие вот мягкие домики для декора. Вот. И поменять вот здесь вот. Положить эти два или три домика. Я не знаю, как получится. Ну, чтобы кресло у меня было более уютное. Вот. А это, я думаю, к крыше. Знаете, вот когда крыша и здесь домик, а вот здесь вот по кромочке пустить типа такие вот лианки. Ну, посмотрим. Вы же знаете, это всё меняется в процессе. Вот. Понравились мне новенькие такие висюльки. Висюльки где-нибудь пригодятся мне для украшения или... Или, не знаю, или так носить. Тоже хорошо. Красивые бедальончики, кулончики. Вот. А это вообще палочки для сладкой ваты. Мол, дома, знаете, кто делает сладкую вату, покупают такие палки. Вот у нас даже, видите, они продаются. Пожалуйста. И я подумала, что они мне пригодятся где-нибудь для рукоделия. Они прикольные такие. Ну, не знаю, будет не видно. Здесь с одной стороны они полукруглые, а здесь плоские. То есть, если их надо будет, вот, допустим, куда-то приклеить, да, такой штапик, то очень удобно. Они не кругленькие такие, а полукруглые. Вот такие вот покупки. Вот это вот всё на 15 евро. Нам вышло. За аренду, за ещё вообще мы ничего не платили. Сказали, за три дня до того, как состоится мероприятие, к нам придёт email, где будет всё расписано, написано. Вот. Всё так быстренько организовали мы. Теперь главное разобраться с гостями. Приехал Бофф Рост. Я всё же продолжаю у них заказывать понемногу. Иногда это очень даже классно и выгодно. Вот сейчас я только что думала, что бы мне такое приготовить на вечер. А тут, опа, и Бофф Рост приехал. Они, правда, предупреждают, но я постоянно забываю. Смотрите, что я заказала. Значит, это мясо фаршированное... Фаршированное. Не сказать, что фаршированное, да? Ну, в общем, внутри сыр. Кремовый сыр. Типа маскарпоне, наверное. Ну, давай посмотрим. Фришкезе. Фришкезе. Дальше мы взяли кукурузку. Не всегда она у нас продаётся. И плюс вот эта вот, которая продаётся, она какая-то такая... слишком переваренная. Вот. Вот. Взяла фалафель. У меня и детки такое будут кушать. И я считаю, что это более полезно, чем просто фрикадельки. Детки у меня любят мороженое. Им мороженое. Папе мороженое. Хотя, Кирилл, я думаю, тоже такое с удовольствием будет есть. И вот мини-штучки. Мини-кезе. Короче, кофе. Это тоже будут и малые, и стас. И вот всё это богатство на 46 евро. Давайте посмотрим, что почём. Фалафель по 7,95. Хак Рольхен. Хак Рольхен. Это, скорее всего, вот это. Да? Да. Хак Рольхен. Это 10 евро. Начо, нус, нугат. Это вот эти вот. Мороженое за 8 евро. Китс. Китс за 7 евро. Харьбе. Это, скорее всего, да. Вот. Вот эта кукурузка за 6 евро. А это мини-кафе. Мини-кафе. Ага, вот. За 7 евро. Точно. Короче, 6-7 евро вот каждая эта упаковка. Ну, домой привезли, и то хорошо. Сейчас по холодильнику распихаю, и будет ещё кушать. Девочки, вы не поверите, наконец-то ко мне пришло натхнение. Я вот уже сострочила тело с головой, да. Так, чтобы вам было понятнее. Я отразделила на 3 части. Это будут трусики. Ну, как бы колготки, трусики, шортики, может быть. Это вот тельце, да, грудка сама. И голова. Вот таким образом. Сейчас я это всё разглажу хорошенько. И затем переведу в икройку. Но шить не спешить, потому как мне нужно ещё сделать ушки, они будут встрачиваться. Мне нужно сделать лицо, то есть аппликацию всю. Я вот её сейчас сделаю, и потом буду делать аппликацию. Корону надо вшить. Будет, когда уже две буду стыковать. То есть пока я только занимаюсь подготовительным процессом. Вот швы я заглаживаю на тёмную сторону, чтобы на светлой стороне они нигде не пропускали. Ну, и естественно, ткань не растягиваем, а просто так утюгом придавливаем. Теперь нужно определиться, какая сторона будет грудкой, ну лицевой, да? Я не знаю, мне кажется, какую выбрать. Какую выбрать. Вот эту, наверное, выберу. Пусть будет она. Хотя тут возле горла будет бабочка. Бабочка возле горла. Может быть, звучит. Ну, тут тоже, видите, будет бабочка. Что так бабочка, что так бабочка. Пусть будет это. Так. И значит, на лицо я буду переводить. Из-за чего? Из-за того, что мне нужна голова. Поэтому я буду переводить выкройку по голове. Мне нужно сделать её здесь и потом же перевести её так же само на ту сторону, да? Чтобы это было одинаково. И затем я буду делать аппликацию. Ну, аппликацию я уже буду делать в конце. Сейчас я ещё сделаю ножки. Они тоже будут у меня двойные. То есть, это будут чуть-чуть шортики и потом ножки, да? И в конце носочки ещё. И ручки я сделаю. Ручки-рукавчики. И затем рука. То есть, это всё будет из кусочков соединяться. В общем, задумала я что-то такое сложненькое. Но ничего. Меня сегодня пропёрло. Надо пользоваться настроением своим и отсутствием детей. Что тоже немаловажно. Изнанку мы вообще сейчас отложим. Мы её трогать не будем. Её мы затем просто приложим к лицевой и прострочим. Это будет ножка. Ну, ножки, да? Только надо помнить, что одна вот так выкраивается, а вторая вот так выкраивается, да? Вот. И я вижу, где я затупила немножко. Уже. Но, надеюсь, всё у меня выйдет хорошо. Не хватит мне это. Придётся ещё одну такую же вырезать. Да. Вот, что значит, шью в первый раз и иду по непротоптанной дорожке. Я взяла маленькую ширину. Надо было брать больше. Потому что здесь, видите, шире. Получается, надо ширину брать. Я брала ширину по ноге, а забыла, что у меня же здесь я сделала завёрнутую ножку. Ну, усовершенствовала выкройку и забыла про это сама. Ну, ничего. Я сейчас сделаю ещё одну такую же выкройку. Ну, ещё одни такие же лоскутки. И значит, что? Вот это верх, это будет у меня трусики. Ну, конец трусиков, да? Это вот голая, мол, ножка. И вот это, это носочек. Здесь я носочек украшу рюшиком. Поэтому, когда я буду гладить, то здесь я шов внутрь заглажу. Хотя, может быть, я здесь тоже сделаю рюшики. Наверное, да. Буду разглаживать шов в эту сторону и в эту сторону. Он спрячется под рюшиком и ножка будет красивая, не будет нигде видно, что есть шов. У нас здесь дерево упало, выкорчевала его от этой грозы. Кирюха оседлал. В общем, что я по готову успела сделать? Это вот заготовка на юбку. Это на карманы. Будут у меня жёлтые такие кармашки здесь. Сделала ножки. Заготовки. Это вот заготовка на корону, на голову. Далее уши. Это ручки. Вместе с рукавчиком. Это у меня внизу юбки будет такая прошивочка, чтобы платьишко было красивое. Ну и в общем тело. Короче, заготовки я поделала. Ну, как говорится, пол дела сделала, да. Теперь надо собрать. Но уже не сейчас, потому что дети сходят с ума. Вот. И они мне не дадут сосредоточиться. Пойду я заниматься ими. Сейчас, может, или мультик посмотрим, или не знаю, чем мы займёмся. Может, в игры в какие-то поиграем. Да и будем спать ложиться. Всем остальным займусь завтра. Всё. Я уже поучила немецкий. И, кстати, пока учила немецкий, вспомнила, забыла вам сказать. У нас радостная новость. Йоанна сообщила, что она с нами всего до середины июля месяца, а затем она на год уезжает с мужем в Грецию. И вот у нас все начали радоваться, так радоваться, что, мол, ура, Йоанна уезжает и всё такое. Но это та, которая плохо нам преподает, да. А я вот о чём думаю, что, ну, если останется одна Неда, которой мы все довольны, да, это одно дело. А вот если нам поставят ещё кого-нибудь, к Йоане-то мы уже привыкли, мы уже знаем, что от неё ожидать, да и как. А вот придёт другой какой-нибудь учитель, если она будет такой же хорошей, как Неда, так это же супер. А если нет, да? Да. Как дела, Кирилл? Нормально. Нормально? Где ты? Где ты была сегодня? В садике. В садике. Да. А завтра в школу идёшь, да? Да. Да. Ой, я с ним была. Идёшь завтра в школу с утра? Будет завтра опять мероприятие у Кирилла в садике, в садике, в школе. А потом в садик. Да. Вот мы сегодня разложили всем конвертики, которые мы хотели пригласить на день рождения. Вот. Теперь будем ждать от них ответы. Придут они, не придут. Ну, я думаю, придут. Надо ещё докупить пригласительных, потому что я пригласительных купила всего 10. Вот. А оказалось, что Кирилл ещё двух мальчиков хочет пригласить на день рождения. Поэтому завтра зайду ещё куплю пригласительных и поможем ещё к двум мальчикам. Всё равно кто-то из них явно не придёт. Мы заказывали на 10 детей и 4 взрослых. Вот. Но я думаю, что не будет большой проблемой, если мы ещё, допустим, на двух туда закажем. Это при том, что все смогут прийти. Вот. На сегодня, наверное, всё. Буду я заканчивать. Сейчас быстренько смонтирую влог. На 7. Всем пока. Увидимся вскоре.